Итак, мы приступаем к для многих желанной теме особенности макогенгивальной хирургии в области имплантов и лечения атрофических процессов в области имплантов. Давайте договоримся сразу. Классификации переимплантитов нет принятой. Возом нет классификации. И я не знаю, будет ли она вообще когда-либо принята, потому что все-таки, сколько бы я литературы не читала, вот за последние годы я очень много уделяю этому внимания, я все пытаюсь найти какой-то там протокол и алгоритм, может быть, кто умный уже придумал, написал, мы будем пользоваться. К сожалению, не получается. Есть типизация каких-то клинических случаев, похожих друг на друга, но все равно все происходит очень индивидуально у каждого человека и, наверное, с переимплантитом больше все будет индивидуально. Но, например, Чикагская Академия парадентологии разработала немножко такой классификационный подход. Я бы не назвала, что это классификация, а именно классификационный подход, когда они просто рекомендательно дают, например, карман в области импланта такой-то глубины требуется такое-то лечение, от кармантов до 5 миллиметров требуется такое-то лечение, более 5-тенхирургическое и дальше принимается решение о состоятельности импланта до его удаления или сохранения. Ну, то есть, они подошли таким образом. Немецкая, я вот смотрела классификация, они шли в воспалительные процессы, там, как-то вот кость регистрировать, еще что-то. Вот этих предложений по миру масса, никакой конкретики общеприняты пока нету. Соответственно, мы тоже имеем тогда право вольно трактовать все, что нам хочется. Ну, согласны же, раз никто не сказал сверху, что только так и никак по-другому. Значит, причина переимплантитов может быть вот такая. Например, исходный дефицит костной ткани в области имплантата. Мы, например, устанавливаем имплантат уже в не очень хорошие костные условия. И не предпринимаем действий для того, чтобы улучшить их. Такое бывает и бывает часто. И когда имплантат нагружается, он начинает работать. То лет через 5-6, может быть, у кого-то раньше, начинаются проблемы. Возникает либо воспаление, либо дискомфорт, либо еще какие-то. То, что мы вчера обсуждали по поводу полированных шеек имплантатов. Они же для чего были придуманы? Для отсутствия вестибулярных стенок, для боковых участков зубов. Когда они устанавливались, вестибулярных костей было мало. И допускалось, что они выстают из прикрепленной десны или просто из десны. И суть, что их просто можно очистить. Опять же, они имеют право на существование. Спасли очень много людей от съемных протезов. Но это тоже, в общем-то, установка в исходный дефицит костной ткани. Как вы считаете, недовлетворительная индивидуальная гигиена может привести идеально установленный имплантат? Сделать все прекрасно и замечательно. Я не верила. Я долгие годы не верила. Я была уверена, что люди будут ухаживать за тем, что они сделали. За деньги уже. Не бесплатные зубы, которые мама дала, а за деньги. Они уже должны как-то. И, к сожалению, да. К сожалению, да. Я наблюдаю очень много вот этих вот осложнений воспалительного характера. Которые просто связаны с отсутствием гигиены. У меня недавно был пациент. У него конструкция лунфона нижней челюсти. В динамическом наблюдении он поставил имплантат и 12 лет не приходил никуда. А еще вот, что он мне сказал. Когда мы увидели с ортопедом этот протез, я вышла вообще из пациента. Он мне, знаете, что сказал? Он говорит, я думал, что эти зубы не надо чистить щеткой. Я только промыла, в общем, 12 лет. Это состоятельный, взрослый, социализированный мужчина. Умный. Не таежный тупик. Это не деревня. Он думал, что эти зубы не надо чистить щеткой. Я серьезно говорю. Я вышла. У меня был такой шок, что я не могла ничего сказать. Естественно, мы получили большую резорбцию в области всех имплантатов. Потому что воспаление не поддающееся просто описанию. Сейчас просто сняли конструкцию, поставили ему временную. И назначили противовоспалительную терапию. И это, конечно, на глазах он пришел через неделю другим человеком. Мы ничего пока не трогали. Потому что я не знала, можно ли вообще прикасаться к этому человеку теперь. Но косморезорбция уже есть. И с этим придется что-то изобретать. Потому что дальше у него кости просто нет. Там тело челюсти. И все. Ничего больше нельзя поставить уже. То есть вот он сам за 12 лет, не используя щетку, довел себя до состояния выпадающих имплантатов. Пока еще они как-то там фиксируются. И в его случае у него не будет никакого прогноза. У него съемный протез, который категорически отрицает. Он сказал, что он каждый относить не будет. Что он там везде работает, ездит. Большой начальник. Как это он сегодня пытается будет. Вот так. Поэтому я... Вот буквально ситуация прошла и неделя. Для меня я... Была шоковая совершенно история. Он так удивился, что я ему назначила целый пакет всяких щеток, средств, промываний, ершиков и всего. Но увидел, вообще оказывается, какой есть спектр ухода. Я говорю, представляете, сколько люди трудились, разрабатывали, чтобы вы наконец-таки почистили зубы. Отсутствие прикрепленной Дисней. Естественно, на сегодняшний день необсуждаемая ситуация, отсутствие прикрепленной Дисней влияет на состояние переимплантных тканей и на костные структуры в том числе. Потому что при отсутствии прикрепленной Дисней в области имплантата появляется карман, который начинается осаждаться на лед, зубной камень инфицируется. И влияют токсины, которые рассасывают костную ткань, реализируют ее вокруг имплантата. Поскольку вокруг имплантата кость ослаблена отсутствием сосудов в области, потому что в Титане нет сосудов. И поддержки как от своего собственного зуба, он не имеет этот кордонтальный комплекс в области имплантата. Соответственно, все, что для зуба будет, ну ничего, так еще потерпим, для импланта сразу плохо. Поэтому, конечно, надо уделять, стараться особенно фокусировать пациентов на уходе, на индивидуальном, когда вы их отпускаете с большими, с маленькими, с любыми работами, чтобы не было потом обидно и больно. Прикрепленная Десна, мы сегодня будем прям вообще целый день про нее разговаривать, потому что это самая наша прям цель сегодняшнего занятия теоретического. Ну и вчера нам, в общем-то, тоже мы про нее все время говорили. Сегодня мы будем ее пытаться создавать из воздуха, из всего чего, из подручных, мягких тканей, из чего угодно. Но в области имплантата мы должны отпускать пациента только в том случае, если она там есть. Не бросайте в меня камни, кто занимается ортопедией, неадекватная ортопедическая нагрузка. Может ли являться причиной переимплантации? 100% я сама жертва, у меня очень много, к сожалению, потерянных имплантатов при ортопедической, неадекватной нагрузке. Мне очень жалко своих пациентов. Наличие слизистом мышечных тяжей, вся та же песня в прикрепленную десну. То есть все та же, там, где тянет и нет прикрепленной десны, будет карман. Продолжение следует... Продолжение следует...